Мастхэвы в первый год жизни Я на самом деле решила выделить не такие вот обычные, самые банальные вещи из серии Видео няня, кроватка, коляска, это и так всем ясно А какие-то вот такие более интересные вещи И давайте начнем К сожалению, в первый год мы очень много сопли велись, болели, то горлышко, то еще что-то И поэтому мы пользовались вот такой вот штукой Это ингалятор детский от фирмы Omron Мне очень она нравится, ребенку тоже, она такая, видите, ярко-желтая Существуют к ней разные насадочки с животными Не знаю, вот в чехольчике идет, животных мы, наверное, убрали, к сожалению, не подскажу вам Картинку вставлю Вот такой вот ингалятор с разными насадками И она прикольная, сюда сажаешь какого-нибудь животного И ребенок держит сам Делали мы ингаляцию с помощью ясентуков 17-х Он сам держал, игрался, что-то попадало в рот, что-то выливалось Но очень изменимая для нас штучка Так что это, конечно, ну для нас это мастхев, конечно Вы сейчас можете подумать, если у вас еще нет ребенка, то это так Непонятно что, на самом деле для нас это огромный мастхев был Второе это будут подгузники-трусики Вы можете, конечно, быть сейчас очень удивлены Но если вы только будете, спланируете стать мамой То, возможно, вы об этом еще и не знаете А некоторые мамы, например, как я До какого-то периода времени я об этом даже не знала В общем, есть обычные подгузники, да, на таких вот Всех знают стандартных липучках А есть трусики, просто, которые должны быть от 7 килограмм Ну, примерно, там, в зависимости от того, какой у вас ребенок Там от 7 килограмм идут эти трусики Они очень классные, их легко надевать И самое лучшее, знаете, что у них самое классное Это то, что они рвутся по бокам То есть это знают, но не все То есть вот этот вариант, он уже очень неудобный Особенно, когда у вас ребенок вертля А вот такие вот трусики, которые рвутся по бокам Это самое то, да? Это следующая наша вещь Следующий мастхед для меня это сопляцос Первый от Pigeon Вот такой, который можно разбирать и мыть А второй от Atrevin, в котором можно покупать в аптеке насадки и менять Оба варианта меня устраивают Пользующими по очереди, можно сказать Кому что, то есть кому побюджетнее это Pigeon Кому все равно, грубо говоря, то вот Atrevin Из более глобальных вещей, конечно же, я должна вам рассказать О своем любимом блендере пароварки от Philips Avent Я снимала отдельное видео на это Если вам интересно, то ссылку оставлю внизу И еще где-нибудь, где-нибудь здесь, в боку Это чудо-весть, без которой вот сейчас нам 1,2 уже, да, Герману И где-то я купила достаточно поздно Месяцем на десятом, да Но вот мы полгода уже им пользуемся Я в полном восторге Это классная вещь для того, чтобы вводить первый прикорм Кратко, если повторить Подводить итог Любые пюрешки, любые супчики Именно здесь готовятся очень быстро Все чисто, аккуратно и лаконично Последнее, о чем я сегодня хотела бы вам рассказать Конечно же, это мягкий пол и развивающий коврик У нас были оба эти комплекты И я весьма довольна До сих пор я пользуюсь мягким полом Вся детская комната застелена Возможно, вы обращали внимание, что во многих ресторанах, кафешках Везде в детских комнатах он устелит Ну, на самом деле, от греха подальше Как только ребенок начинает ходить, ползать Этот коврик очень необходим Для того, чтобы смягчить хоть как-то немножко эти удары Также, например, наш коврик был разный По, как это называют, тактилям ощущениям Какие-то квадратики были волнистые Какие-то пупырчатые Когда ребенок лежит, он пальчиком перебирает Это очень-очень-очень полезно А развивающий коврик, он, как правило, такой яркий, сочный У нас, по-моему, был от фирмы Bright Star Я сбоку прикреплю фотографию Мы его тоже очень любили Герман долго-долго на нем залипал Основная идея в чем? Вы кладете туда ребенка Там две дуги, на которые вы вешаете игрушки Разные по цвету В фактуре, там, не знаю, по текстуре той же Да, очень разные игрушки Вы можете их менять местами И ребенок лежит на них, смотрит Также туда можно добавить и музыку У нас вот была, ребенок слушает Смотрит на игрушки, все изучает Вы показываете ему какие-то картинки на боках, да, стеночках этого пола Тоже очень полезная штучка Я не могу сказать, что больше нужно Либо мягкий пол, либо развивающий коврик У нас было и то, и другое Я осталась довольна тем и другим Это были исключительно наши мастхэвы Спасибо вам огромное за просмотр Заходите к девчонкам, смотрите, что же у них интересненького Жду вас внизу в комментариях Возможно, что-то вы мне можете сказать Что я забыла, либо вы с чем-то не согласны Спасибо за просмотр и пока Субтитры сделал DimaTorzok